Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать технически? Здесь тебе поможет сервис Best Donat. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены, как для своих. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая только появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который только представлен в официальном магазине игры. У сервиса Best Donat уже огромное количество клиентов и положительных отзывов. И соответственно, под него уже начали косить другие похожие сервисы. Ребят, единственные оригинальные ссылки сейчас у вас на экране. Все другие сервисы с похожими названиями, где это название меняется местами, либо дописываются какие-то буквы и так далее, это все фейки. Будьте внимательны. По всем интересующим вас вопросам пишите в Telegram Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! В игре стартовал призыв Таверный Легенд и давайте немного попризываем. Сюда добавили сразу два новых костюма, поэтому сегодня мы сделаем Х-35 и попробуем здесь кого-нибудь выловить. Но независимо, какие здесь будут призывы, у нас сегодня по-любому будет пятерка, потому что подходит гарант. Здесь нужных героев становится все меньше и выбор, соответственно, становится все сложнее. Но какого-нибудь героя мы сегодня здесь обязательно выберем и заберем. Также давайте посмотрим, какие новые костюмы вышли в релиз, потому что на бете были они просто топовыми. А один герой, можно сказать, был очень имбовым именно в атаке. Также пару слов скажем про Аласи, потому что она первый раз в рекомендованных здесь после своего ребаланса. Ну и посмотрим, насколько она сейчас актуальна, ну и стоит ли ее вообще ловить. Ну давайте все по очереди и начнем вот с новых костюмов What's Hell. Вообще она самый первый герой месяца, который вообще появился в игре и к тому же очень удачный. Потому что обычная ее версия до сих пор остается играбельной, хотя прошло уже очень много времени. У нее отличный навык, что она блокирует ману на 3 цели сразу и еще наносит урон. Единственный минус этого героя, это статы у нее остались с самого первого героя месяца. Поэтому по эмблему ее лучше было качать хп броню, ну чтобы она доживала до своей ульты. Давайте посмотрим, какой ее сделали в костюме. Наносит 300 урона всем врагам, она стала просто массовиком и 300 урона для средней маны это очень приличный урон. Герой постепенно забирает у всех врагов всю получаемую ману на протяжении 4 ходов. Эффект нарастает с каждым ходом и на последнем ходе она будет забирать всю ману. И этот эффект еще нельзя снять. Это очень крутой навык, это такой же ровно как у Анатель, только она вот этот дебаг вешала на 3 цели, а Хелл будет просто на всех. И единственный, скажем, вариант защититься от этого, скажем, дебафа, это успеть поставить читы, например, как у Гранат. Ну, либо успеть вынести Хелл. То есть, когда она повесит свой вот этот дебаф и при попытке зарядить героев будет просто заряжаться Хелл. Считайте, с 5 целей, да, ну ей будет идти мана. Она будет сначала понемногу идти, но дальше все больше и больше. То есть, на вторую ульту она будет заряжаться, но очень быстро. Но это реально очень имбово, посмотрим, как она в бою будет, обязательно найдем, затестим. Также она наносит дополнительный урон святыне, это отлично. Связь хидает всем героям тьмы, плюс 15 атаки, 15 защиты на 6 ходов, и это нельзя заблокировать. Тоже, в принципе, нормально. Класс ей теперь сделали церковника, также хорошо, потому что ей уже будет сложнее заблочить ману, ну и как-нибудь ее выключить какими-нибудь блокираторами. В общем, по ожиданиям, костюм просто бомбовый, обязательно найдем и затестим. И следующий герой это Персей. Это также один из самых первых героев месяца, которые появлялись в игре, но в отличие от Хэл, это один из самых неудачных, можно сказать, хоть у него и быстрая мана. То есть, из последних героев месяца с ним может посоревноваться, наверное, только Клайерн. Но давайте посмотрим, какой ему сделали костюм. Наносит 305 урона цели ближайшим врагам. Из него просто сделали трипл-шотера. И на данный момент в синем цвете это самый мощный трипл-шотер с быстрой маной. До него была Тетис, она наносила 300 урона цели, но у нее еще был дот-урон. Но по прямому урону Персей сейчас на первом месте. И этот герой будет просто отлично заходить в ударные тройки. То есть, герой уже, можно сказать, что очень полезный, а это еще не все его способности. Дальше цели ближайшие враги получают на минус 100% меньше здоровья при исцелении на 4 хода. И это еще нельзя снять. Также очень крутой навык. Именно вот этот дебаф работает, когда его нельзя снять. Потому что у многих хилеров есть чистка, да. И на первую ульту они отхиливают меньше, но дальше они снимают этот дебаф. И если снова успеют зарядиться, то уже будут отхиливать на полную. А здесь, мало того, что он блокирует именно отхил на 100%, да. Например, вот желтый, который вышел, герой на черную пятницу, этот и шотер, и массовик, и офф. Тот только запрещал на 75%, и этот дебаф можно было снять. А здесь вообще 100% и нельзя снять. То есть, этот герой просто выключает, ну, прям просто выключает отхил на 4 хода. То есть, неважно, какие там хилеры будут, могут они снимать, нет. Либо даже это будет, например, профессорша, да, которая сначала все снимает дебафы. И вот этот вот навык, он на нее вообще никак не работает, да, если его можно было бы снять. То есть, а здесь даже профессорша, такой герой, как Айна, который, ну, сначала все это снимает, они вообще ничего не смогут сделать. То есть, он просто выключает весь отхил, ну, это реально очень имбово. На бейте, к слову, он был ровно такой же, но почему-то оказалось, что они сделают, что вот этот запрет на отхил будет либо меньше, да, там на 75%, либо его можно будет снять. Ну, они прям пошли, скажем, по максимуму. Ну, в общем, ребят, это очень крутой навык, ну, и он реально будет работать, тем более он еще и с быстрой маной. Даже, ну, та же профессорша, у нее же тикающий отхил, она вроде там на 4 хода вешает, да, вот этот отхил тикающий. То есть, даже с тикающий отхил он будет просто выключать, ну, это реально имба какая-то. Дальше цели, ближайшие враги получают минус 68 защиты против льда на 4 хода, и это еще ко всему тому же, это еще цветной бронерез. В общем, ребят, костюм Пушка, дальше даже можно, дает 10% регенерации маны для всех героев льда на 4 хода, тоже круто. В общем, класс у него теперь боец, то есть он может резаться с 1%. В общем, ребят, костюм Пушка в атаку будет заходить просто нереально, в ударные тройки и так далее. В общем, теперь это один из топовых костюмов на этой таверне. И давайте посмотрим на Аласи, ее немного, скажем, понерфили. Ей увеличили прямой урон, но все остальные ее навыки, скажем, чуть-чуть скорректировали. Раньше она сокращала ману на 20%, сделали на 10%, и вот этот минус к регенерации мана 24%, он был раньше не снимаем, и теперь его можно снять. В общем, она все так же остается отличным героем, не таким, конечно, жестким, как была раньше, но тем не менее, ее также можно прокачивать. И в атаку будет нормально заходить, и в оборону, в принципе, ее можно смело также ставить. В общем, ребят, все три рекомендованные героя просто пушечные, и если кто-то из них сегодня выпадет, ну это, можно уже сказать, будет успех. Ну давайте попризываем и попробуем здесь кого-нибудь поймать. Полетели. И давайте первый призыв прямо с нее и начнем. Так, зеленый. Зеленых рекомендованных там не было героев. Поэтому уже сразу понятно, что не очень так желтые. Понятно. Две тройки. Так, давайте сюда прокрутим. Ну-ка, Севелин может попробовать. Так, Фиол Хелл? Нет. Бальтазар. Так, опять зеленый. Что-то зеленых прям много. Так, снова зеленый. Так, четверки пошли. Так, все, ну давай. Нет. Давайте обратно вернемся к рекомендованным героям. Ну и попробуем здесь покрутить. Красный. Понятно. Ну, что-то не очень как-то. Так, фиолетовый, давай. Четверка, Сабина. Так, опять Фиол. Опять четверка. Ну, давай. Хелл где-то рядом, наверное. Нет, желтый. Так, продолжаем. Давайте, Саласи, попробуем. Опять зеленый. Да что такое? Блин, куча зеленых. Красный. Короче, все цвета, которых... Тех пятерок, которых нету в рекомендованных. Так, фиолетовый, давай. Опять кипривод. Ой, что-то я уже как-то... Сомневаюсь, что сегодня что-то будет из пятерок. Опять зеленым. Сколько можно? И одно, и то же. Понятно. Ну, давайте хоть Эвелин тогда. Так, синий Персей. Нет. Так, что у нас... Да, у нас, кстати, Гарант еще подошел. Смотрите, ребят, выбор такой. Либо взять Вэллу. Она, в принципе, нормально в атаку будет заходить. С какими-нибудь бронерезами. Хоть у нее прямой урон не такой большой. Но у нее отличная пассивка, что, например, какие-нибудь миньоны Waterpipe ей уже не будут срезать ману. Либо взять Фрею. Хоть она и без костюма здесь. Но она призывает достаточно мощных таких миньонов. Ну, и с миньонами у героев, если так вспомнить. У меня Бера есть. Ну, и, например, Фроз есть. Это которых я прям могу вспомнить. Так что, думаю, на данный момент... Лучше все-таки давайте возьмем Фрею. Ну, а дальше посмотрим, кого будем брать. Так. Бам. Ну, пятерка есть. Уже хорошо. Осталось поймать какую-нибудь пятерку из этих рекомендованных. Давайте сразу и начнем дальше призывать. Хотя, может, было... Так, опять зеленая. И четверка. Ладно, давайте еще один сделаю. Так, синий персей. Нет. Так, продолжаем. Ну, и давайте саласи попробуем. Ай. Да сколько можно эти зеленые? Так, что, 16 призыв остается. И надежды все красные. Говорю, короче, все цвета, кроме... Только не такие, какие рекомендованные. Так, синий. Мне уже зеленых, так сказать. Ой, не знаю, даже что-то мне кажется... Скорее всего, ничего здесь не будет сегодня. Понятно. Так, фиол, ну давай уже. Нет. Может, а зеленых просто крутить? Так, ну, смотрите, сколько пятерок. Вряд стоит и ничего. Так, фиолетовый. Нет. 9 призывов. Ну, походу. Без рекомендованных сегодня. Пятерок. И вообще без всех пятерок. Так, четверка. Желтый. Понятно. 7 призывов. Ясно. Так, ну, понятно. И давайте докрутим вот прям с хелл все эти 5 призывов. Так, синий. Ульмер. Ладно. Фиол. Так, ну, куда же? Без зеленого. Какого-нибудь героя. Так, желтый. Ясно. Так, ну что, последний призыв. И опять зеленый. Да елки-палки. Давайте сундуки. А, ну тут, короче, предметов нету. Ну что, ребята, вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы вы подали нормальные герои. Ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока.